Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза в отдельных районах сильный в сочетании с грозой, градом и шквалом 25 метров в секунду. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-18, в горах местами плюс 7-12, в днем плюс 27-32 тепла, в горах местами до плюс 24. В Черкесии ночью кратковременный дождь, гроза, в днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в днем плюс 27-29 тепла. Уметь оказать помощь ближнему при чрезвычайных ситуациях. Автономной некоммерческой организацией Центр помощи в ЧАЭС были организованы учебно-тренировочные сборы для добровольцев. В течение нескольких дней участники получили необходимые навыки и знания по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Эти знания необходимы для тех, кто занимается добровольчеством. Первая часть учебно-тренировочных сборов проходит в Центре молодежно-инновационного творчества Черкеска, где добровольцев обучали оказанию первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и психологической поддержке родным пропавших. Все эти знания позволят повысить уровень подготовки ребят, которые активно принимают участие в добровольческих мероприятиях. Цель данного мероприятия – это популяризация добровольчества в Карачаево-Черкесской республике, а также обучение добровольцев действиям при спасательных работах, поиске пропавших людей и на других мероприятиях, связанных с чрезвычайными ситуациями. Также для добровольцев был организован тренинг по картографии и основу добровольчества в чрезвычайных ситуациях. Эти тренинги необходимы, чтобы мы могли плодотворно ввести поиски пропавших людей, отмечают спикеры. Картография в поиске на самом деле очень важна. Она нужна для того, чтобы иметь представление, где прошли поисковые группы. Также плюс, чтобы видеть, какая местность у нас, городская, пусть это будет или природная среда, чтобы нам иметь представление, где идут наши поисковики, и также, чтобы у нас записывались треки, запись пути. Второй день учебно-тренировочных сборов проходил в поселке Донбай с профессиональными спасателями. Добровольцам показали маршруты и разъяснили основы оказания помощи в высокогорной местности. Полученные навыки нам будут полезны, так как каждый из нас может столкнуться с ситуацией, в которой необходимо будет оказать помощь попавшему в беду человеку, уверяют участники сборов. Пришел пройти обучение для того, чтобы улучшить свои знания, умения и навыки, которые могут мне понадобиться в дальнейшем, чтобы я мог дальше помогать людям, оказавшимся в ЧАЭС или в ЧП. По завершению всех занятий всем участникам вручили удостоверение о прохождении учебно-тренировочных сборов. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачных выходных и до встречи!